Приветствую вас, и поскольку вы пишете, что вам многое не нравится, то необходимо определить для себя, что именно вам не нравится. Является ли это для вас истинным, важным критерием, которым вы не можете быть с этим машиной? Или вы, как бы так сказать, капризничаете, то есть придумываете наговорки для того, чтобы с мужчиной не сближаться больше, чем вы хотите. Если есть первый вариант, то тогда, безусловно, не нужно сближаться с мужчиной, в котором вам что-то не нравится критично, потому что, понятно, счастливы вы не будете. Если не второй, то это означает, что вам удобно находиться в том положении, в котором вы сейчас, и вы, правда, пытаетесь себя оправдать, что, в общем, доходите мужа, но, как-то, ничего не нравится, ничего не то, не то, и поэтому, собственно говоря, и до сих пор остается со мной. Значит, по какой-то причине вы либо боитесь переводных отношений, опасаетесь, что, собственно, вам станет скучно, либо вы еще не нагулялись. Соответственно, если нету такого порыва, чтобы быть с мужчиной только с одним из своих жизней, если такого порыва нет у вас, и если вы не чувствуете даже желанием быть с кем-то, это значит, что либо вы еще не нагулялись, то вам еще рано жить в семейной жизни, что вы еще не готовы окорчевать себя узами брака, и это нормально. И тогда вам нужно просто наслаждаться тем, что у вас есть сейчас, жить так, как вы хотите сейчас, и время придет, вы обязательно на ком-то остановитесь, кого-то выберете, и, так сказать, осядете на домашнем ошибке. Если же желание быть с мужчиной у вас есть, но оно чем-то перебивается, вы чувствуете какие-то блоки, препятствия и так далее, то это страх перед все-таки серьезными отношениями. И тогда нужно спросить себя вот о чем, что вы теряете, если вы выйдете замуж, и что вы теряете, если перестаете общаться со всеми мужчинами, которые у вас сейчас есть. Что вам может дать брак, и что вам могут дать эти мужчины? Вот по сути, нужно просто взвесить все плюсы и минусы разных ситуаций, и на себя определить, где для вас больше плюсов, а где для вас больше минусов. И если вы это сделаете, та ситуация, которая будет казаться вам наиболее привлекательной, и будет для вас более естественной, более правильной, и к ней нужно стремиться. А все остальное, либо дело привычки, либо дело общественного мнения, общественного давления на вас. Потому что общество тоже хочет, чтобы вы занимали определенную роль, и оно давит на вас, свои мнения. Оно, так знаете, ненавязчиво, постепенно, но влияет. И это иногда чувствуется при выборе человека, ээээ, при, значит, выборе личности. Чтобы этого не было, нужно взвесить все плюсы и минусы для себя, и, увидев, какая стация привлекательная, уже зеленаправленно к ней стремиться, не обращая внимания ни на что вокруг. Это будет самым разумным решением для вас. Надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам мой ответ понравился, сделайте его лучше, пожалуйста, буду благодарен. Пока, желаю вам всего доброго.